Геннадий Владимирович – человек уникальный. Во-первых, долгожитель, мужчине 94, а во-вторых, ветеран и участник боевых действий. В-третьих, оптимист, несмотря на возраст и обстоятельства судьбы. Человек, который всю жизнь сохранял твердость духа и ясность мысли. Родился в 25-м году в Суздале. Будучи школьником, с семьей переехал в Иваново. Отсюда и был отправлен в 1943 году в Подольское пехотное училище, а затем на фронт, в 16-й пехотный полк. Страшновато было сначала, когда попал на фронт. Когда передвигаешься от города в город, тут уже только ждешь, либо самолеты прилетят, начинают бомбить. Тут уже разбегаются, все разбегаются, ложатся. И пока немецкие самолеты не отбомбят, как отбомбятся, так улетают. И вот снова встаешь и продолжаешь движение. Миссия Зубкова на войне была освободительной. Армия, в составе которой он был, освобождала города. Кременчук, Знаменку и другие. Конечно же, с боями. В них Геннадий Владимирович получил два ранения. Город, когда берешь, не знаешь, где находится и противник, просто чувствуешь или видишь, он стреляет, направление стрельбы. И вот, значит, туда же бежишь, идешь для уничтожения. И как раз в это время из одного дома по нам велся, значит, огонь. Были там немцы. И я вместе с командиром отделения, значит, туда проникли, в этот дом. А в дому их, я не знаю, сколько было, мы не считали, но когда я дверь открыл, смотрю, наставлен на меня, значит, этот автомат. Я его как схватил, этот автомат, чтобы пули прошли мимо меня. И в это время он нажал на спусковой крючок и меня ранил. С войсками Зубков дошел до Польши. Форсировали реки, потому что мосты были подорваны, сплавлялись на плотах. Победу ветеран встретил в Чехословакии. Оттуда же и был демобилизован летом 46-го. Так-то мы ведь не знали радио, не по радио, ничего, а просто была своя полевая рация. И вот нам объявили, что командир полка построил. И перед всем строем объявил, что в Берлине подписан договор о капитуляции Германии. И в Москве издан указ о праздновании Дня Победы. Дальнейшую жизнь Геннадий Владимирович связал со службой. Работал в МВД и оперативником-исследователем. Получил юридическое образование, учился в школе КГБ. В середине 70-х работал в 7-й женской исправительной колонии. Судьбу свою и семьи считает удачной. На войну из его рода ушли 7 человек. Шестеро вернулись. Этот праздник, единственный, который я отмечаю, он связан с войной. Когда мне молодому прийти, я служил как раз на войне. В 20 лет меня, я демобилизовался. Вот, юношеские годы все прошли в войне. Для ветерана Зубкова этот День Победы особенный. Обычно он проводит праздник у телевизора, наблюдает парад в столице. А в 2019-м его лично на встречу пригласил губернатор. А затем позвали смотреть парад, который будет проходить у памятника героям фронта и тыла в родном Иванове. Геннадий Владимирович тщательно готовится. Пойдет в парадном кителе. Мария Смирнова, Антон Осип, Фертова, Иванова.